Ребята, я приветствую вас в игре Dirt Origin of Spaces, вот как-то так, короче, такое заковаристое название, переводится как Dirt или Dirt, происхождение видов. В общем, здесь мы будем играть за девушку, вот вы сейчас её на своих экранах видите, которая будет сражаться со всякими плохими ребятами. Ну, по всей видимости, эти плохие ребята это насекомые, да, или что-то наподобие. Ну что же, давайте я начну новую игру, и я, пожалуй, выберу, ну, наверное, лёгкий уровень сложности, да, потому что... Так, приключения. В режим приключения вы сможете пройти игру в традиционном стиле игр приключенческого жанра в соответствии с сюжетом. В игре на скорость, нужно уложиться в указанное время. Нет уж, ребятки, я не хочу спешить куда-то, тем более, игру я совсем не знаю. Это мой первый взгляд на неё, скажем так, но мне она понравилась. Возможно, потому что здесь нужно играть за девушку, я точно не знаю почему, но... Тем не менее, и так, я живу на приключении, и... И снова выбор. Стрельба. Любите снять снайперское оружие, очки даются за уничтожение целей с дальних дистанций, и высокую точность стрельбы, и особенностью класса является фиксация прицела. Скрытность. А здесь главное всё рассчитать и суметь скрыться от врага. Очки даются за незаметное убийство. Особенность класса — умение прижаться к стене, которая даст возможность выглядывать из-за угла. Ух ты! Вот это... Вот это мне нравится. А здесь какая особенность класса? Является фиксация прицела. И агрессия. Очки способностей даются в том случае, если вы наносите максимальный урон вашим врагам. А гранаты, особенность класса лучше всего подойдут для таких задач. Ну, слушайте. Ну, я не знаю, ну, как бы... Здесь можно выглядывать из-за стен, из-за угла, да, прижиматься к стенам. А здесь фиксация прицела. Ну, как бы я и то, и то хочу. Ну, ладно, давайте стрелеба, пусть будет. Нет. Обучение я пропускаю, потому что, если что, я могу нажать на Escape и посмотреть в настройках, что и как, короче, как мне использовать. Итак, приступим. Приступим. Итак, помимо дёрд, мы здесь видим ещё какую-то одну девушку, и какой-то мужик валяется на полу. Чем, мужик, ты занимаешься с этим мусяком, а? Проснись, Дирт. Проснись. Господи, да что же это такое? Что это за ужасная тварь? Она прибежала и напала на охранника. Что теперь делать? Кто-нибудь, помогите! Сделай же что-нибудь. Эта тварь его убила. Он хотел выпустить нас, а она его убила. Что нам теперь делать? Чёрт, что мы будем делать? Да хватит уже повторяться. Я не сделала ничего плохого. Вот мне почему-то кажется, что как-то всё орёт слишком, нет? Ну вот, громкость, эффект 20, громкость музыки 20, и мне постоянно приходится уменьшать звук, потому что как-то громко. Итак, если мы эту ситуацию не приходим, она будет... Кошмар! Меня чуть не убили. Мне платят слишком мало за такую работу, а я не люблю рисковать жизнью. Что у тебя за работа? Так это и есть тот секрет, который они пытались от меня скрыть. Какой секрет? Я не понимаю, о чём вы говорите. Где мои друзья? Слушай, девочка, кажется, тебе здорово досталось. Ты помнишь, что с тобой случилось? Как ты сюда попала? Я... Нет, не помню. Так и знала. Хотя, сначала мы с друзьями были на озере и что-то праздновали. Дальше я ничего не помню. Возможно, наркотики даже принимали, как знали. Так я и думала. Ты ещё не совсем понимаешь, что происходит. Не стоит зря терять время, иначе нас убьют, как того охранника. Ты пойдёшь впереди. Мне сегодня не очень хочется быть на переднем плане. Афигенно. У тебя это лучше получится. Ну, конечно. К тому же, я на каблуках. Ну, так сними каблуки. Какая странная девушка у нас здесь. Так, мы получили дробовик, да? Хорошо, славно. Так, одну минуту ещё ребята как-то слишком... Ага. То есть, я не могу игру сферлей сделать, да? Ну, что же, ладно. Дирк почему-то не хочет опускать руки вниз. Как она их так постоянно примудряется держать вытянутыми. Я не знаю, у меня бы руки уже устали, наверное. Ой, ой, что такое? Диск лезвия. Ладно. Так. Что такое? Как-то сложно она поворачивается, да? Ой, ой. Кому? Капитану охраны в зоне проверки полевой операции. Тема. Новые задержанные. Текст. Капитан, мы задержали и посадили под охрану на вашей территории объект 001. Мы хотим проверить, как она отреагирует на тест, который будет проведён завтра утром. Другой задержанный видел уже слишком много. Порасследите за тем, чтобы тестовые объекты были накормлены. То есть, я и есть тот самый объект 001, да? Как я понимаю. Итак, этой маленькой девочке... Что за звуки? Ей 19 лет. Почти как мне, только я на год старше. На самом деле, для 19-летней Дирт очень даже... Я не знаю, она хорошо владеет... О, пистолет, там бесконечный патрон. Не себе чего. Она хорошо стеряет, она хорошо владеет пистолетами. Уж не знаю, как она там с другими видами оружия ладит, но с пистолетами у неё однозначно всё хорошо. Потом она прыгает. Я не знаю, может быть, она была в команде чирлидеров? Вот уж... Ума не приложу. Что такое? Кажется, это полевой аппарат для связи. В нём слышен треск, какие-то далёкие голоса. Он может пригодиться. Окей. Пригодится так пригодится. А что вообще... О чём я говорила, когда... А, если вы не спасёте вот эту вот девчонку... Ого. Ого. Ну, иди сюда. Ты, трусиха мелкая. Если вы её не спасёте, то придётся заново уровень начинать. Что у нас здесь? Кетчуп я вижу. И парень, который спит на работе. Мужик, вставай. Не спи, замёрзнешь. Ооо. Мне туда, по всей видимости, да? Только для персонала. Ооо, Дирт снял оружие. Это я нажала на Е, да? Ясненько. Так Е меняет оружие. Дирт, а как ты... Собственно, двери открываешь? Или эти двери открыть нельзя? Что это такое? Телефоны, да. Ой, мне так нравится. Вот эта вот русская локализация. Всё прям переведено. Так. Те вот хи-хи-хи, это как-то немножко напрягает. Закрыто. А что там, собственно, было-то хоть? Ладно, нам и сюда, по всей видимости, да? Да, нас растворяют в воздухе. О! Хей! То есть это по уровням, да? А, кстати, вы заметили, что Дирта имеет дреды? Но, ребята, на самом деле, это нифига не дреды. Это должны были быть волосы. Обыкновенные волосы. А ещё у неё трусы торчат. Но об этом потом, как-нибудь в следующий раз, наверное. Хотя, может быть, у меня ещё один уровень сейчас пойти. Вот я даже не знаю. Так, режим способности и стрельба. Бонус за убийство 10. Выстрелы в голову 0. Бонус за дальность 2. Дополнительная скорость 159. Время 2 минуты 39 секунд. Ну, окишки. Ух ты! Патроны для УЗИ. Цена 100. Что за хрень? Какие девушки у нас здесь, однако? А, по всей видимости, я буду покупать у них что-то, да? Этот магазин будет появляться... О, я уже думала, на вчелках. Этот магазин, по всей видимости, будет появляться каждый раз после... Да не надо мне пока ничего здесь. Как мне отсюда вообще выйти? Блин, а как выйти? Ну ладно, купить. Хм. Эй! Пробел. Ни фига не работает. Escape не работает. Хм. Да. Ужтентр. Вот, наконец. Конечно. А-а-а! Так это между оружием... Вот это вот... Это тот значок, который затесался между оружием и патронов. Это вот выход из магазина. Да, конечно. Конечно, я хочу отсюда выйти. Ух ты, ух ты, ух ты! А что за девчонка за такая еще в чулках? Нифига себе. Какие-то чудовища и девчонка. Классно. Мы в Нью-Йорке? Не может быть. Интересно, что мы здесь делаем. Я не знаю. Голова до сих пор как в тумане. Жаль, что ты ничего не помнишь. Но я-то хорошо помню, что случилось перед тем, как я попала сюда. Кто-то позвонил в редакцию и рассказал о выбросе химикатов в водохранилище одного из мелких городишек. Нас послали туда, потому что мы были ближе всех. И мне пришлось трястись по ухабам на нашей машине. Мы как раз подъезжали к городу, когда дорогу перегородили какие-то вооруженные люди. Они приказали нам разворачиваться и убираться оттуда. Но как я могла не ухватиться за такое дело? Ведь до этого у меня восемь месяцев не было ничего, кроме разной рутины и скучных репортажей о падеже скота. В общем, я решила рискнуть и съехала с дороги, чтобы попасть в город с другой стороны. Наверное, эти люди незаметно схватили меня. Я не помню. Проснулась я уже в тюрьме и, честно говоря, чувствовала себя ужасно. Скорее всего, они накачали нас наркотиками. Так вы думаете, что все это из-за выброса химикатов? Может быть. Но я думаю, что все гораздо сложнее. Ты сама видела то чудовище, которое напало на охранника. Здесь пахнет очередным военным экспериментом. Обыкновенная насекомая. Кстати, я так и не спросила, как тебя зовут. Дирт. Меня зовут Дирт. Зови меня Дирт. Это друзья меня так называют. У меня есть настоящее имя, но оно такое скучное и ничего для меня не значит. Зовите меня Дирт. Да ладно тебе, все лучше, чем называться грязной. Дирт. Хм, странное имя. А, какая разница. Меня зовут Пенни Уистлер. Только не вздумай смеяться. Должно быть, мой папочка был пьян, когда давал мне имя. Пенни? Ну, не будем об этом. Как бы то ни было, я предлагаю как можно быстрее выбраться отсюда. Монетка и грязная. Нужно узнать, что вообще творится в этом городе. Отличная компания. Подождите. Я должна найти своих друзей. Может, они в опасности? Хм, кроме тебя я никого не видела. Не удивлюсь, если они давно сбежали и оставили тебя здесь на произвол судьбы. Друзья. Конечно, ты можешь поискать их, если хочешь, я не возражаю. А я попытаюсь позвонить по мобильному. Может, получится что-нибудь. Итак. Итак, хочу вернуться к волосам нашей Дирты. Куда же та женщина пропала-то, а хоть? Что за смех? О, ладно. Волосы Дирта. По всей видимости, разработчики не хотели, чтобы она носила дреды, но они хотели сделать что-то весьма забавное. Ого. И вот у них получились дреды, к сожалению. Ага. И что это такое? А что происходит-то хоть? Я ничего не поняла, но это было прикольно. Ладно бы разработчики поступили так, как и разработчики Blood Rain. Они просто сделали Rain квадратные волосы. Но эти ребята решили делать дреды, вот. Но на самом деле они этого, конечно же, не хотели. Я так думаю, ох, ты же, ё-моё. Так, ребят, тихо-тихо-тихо-тихо, одну минуту. Я хочу посмотреть, как менять... Силу силы. Я вспомнила, как менять силу. Ой. А что это такое-то хоть? Огонь какой-то? Ну, ребятки, я вам сюда не пробраться, так что... Оу, ебасили. Эй, вы что? Эй! Что это такое творится-то хоть, а? О, Драбадан. А нет. Ох, ты ж, ё-моё, прыгучий. Да ты песок устраиваешь мне. Волшебная пуля. Что, чудовище, не пролезть тебе, да? Опа. Ого. Ого, мы прыгучие. Смотри, встали какие-то, да? Хэй, ты... Эй, ай! Да сдохни уже! Что же? Он же был не... А где её здоровье-то хоть? А, вон вижу. Правый, верх и юга. Ну, все сдохли. Нет? Нет. Нет, не все. Ага. А, мне... Эй, ну-ка. Ух ты. Она прям почти как Лара Крофт. Блин, она мне нравится, Тир. Я не знаю, почему эта игра не стала популярной. Ну, может быть, из-за графики. Но, с другой стороны... Какое мне дело до графики, если мне... Мне, наверное, сюда, да? Если мне нравится... Или сюда. Мне нравится главная героиня и все её способности. Какое мне дело до графики, вообще? Я не понимаю. Блин. Ну, конечно же, я бы хотела уметь стрелять из-за угла. Интересно, а это... Это парень мой друг или нет? Ты опаздываешь? Пришлось перестрелять тут почти всех. Иди за мной. Я открою у тебя двери. Ты вообще нормальный? Это я тут всех перестреляла. Ты что вообще несёшь, мудак? Оу. Ну, конечно, блин. Забавно. Не знаю, что произошло. Почему на этого ублюдка не нападают? Хей! Эй, ну дайте же мне уйти от вас! Идиоты, блин, тут поголовые. Хей! Да свали! Блин, они её сейчас прикончат! Офигеть! Сир, беги! Блин, здесь всё так опасно! Ну сдохните же вы уже! А, о, мужик! Даже стал стрелять? Ну надо же! Фу, это ещё что за дерьмо! Слушай, мужик, я, если честно, не готова... Блин, да вы гоните, а! Что это за говно? Что это за говно? Так, 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 так... Угу. Всё плохо, я не знаю, как бы у неё здоровье увидеть. Карта... Так, ускоренный оборот какой-то. Похоже, не работает. О, эй! Ух ты! О, мужик прикончил ту тварь, да? Ну, мужик, я за тебя рада, а мне, пожалуй, нужен дрободан. Ух ты! Кровища чья-то, я смотрю. Нет, всё-таки я рада, что у меня такие защитники. Да чтоб вас всех! Это вообще нормально? Здесь выход! Не... Не входить. Отлично, здесь выход, не входить. Да кто там плачет-то, ё-моё? И где это мы вообще, в метро, что ли? Ну, мужик, идём. Ох ты же, ё-моё, кто-то мычет. Ого! Ты чё, глупая, что ли, с насекомыми общаться? Эй! Мне пора уходить отсюда. Я обязана тебе жизни. Пожалуйста, возьми это. Оно поможет тебе. Ну-ка. И что там у нас? Ну же, ну же. Что ты хочешь дать мне? Слушайте, ну гениально. Пожалуйста, возьми это. Оно поможет тебе. Бла-бла-бла. Сама. Мужик, ты долго там стоять собираешься? Может мне с ним как-то пообщаться нужно? Я просто не знаю, что... Эй, мужик! Алло! Ой, что такое с ним? Он странный такой. По всей видимости, мне дальше путь самой продолжать придётся. Да. Что? Кто? Ух ты! Махач! Мужик? Да кто-нибудь, здоровья, пожалуйста! Спасибо, юная леди. Вы помогли мне. Я несколько задержался, когда услышал, как... Кстати, раньше я никогда вас здесь не видел. Вы здесь работаете? Нет. Я проснулась в полицейском участке. Не стоит благодарить меня. А, вот как. Ну, мне пора идти. Не хочу опоздать на последний поезд. Подождите. Вы здесь больше никого не видели? Я ищу своих друзей. На улице я никого не видел. Но, может быть, в здании... Кто-нибудь есть? Всех, кто имеет голову на плечах, уже давно спустились в метро через зал полевых испытаний. Метро? Полевые испытания? Что же это за место? Офигенно! Последний поезд, говоришь? Но мне, по всей видимости, туда нужно, да? О, там... Там люди какие-то ещё. Мне нужна эта штука, черт, её подери. Ух ты! Блин, да как же здесь... Здоровье-то, а? Собственно говоря. Как же мне его... Увеличить? Оу! Оу-оу-оу! Ну, вот так вот бывает, да. Бывают в жизни огорчения. Интересно, с какого же момента мы начнём? Что-то у меня подсказ... Да. Мы в Нью-Йорке? Итак, ребята, я сделала это. Я перепрыгнула через это зелёное дерьмо. Но, тем не менее... Что... Что такое? Всё... Всё зависает. Я не понимаю, в чём проблема. Но, к сожалению, получилось так, что того мужика я не спасла. Поэтому дополнительные 10 очков я влядь не получу. И вот я здесь ещё кое-что открыла. И здесь, оказывается, можно сохраняться. Но уже... Хэй, ну что такое? Вот тент, это же у них хера вообще не работает. Ну прям бесит меня. Это не могу. Итак, что это за зелёная хрень? Да бог его знает. Жаль, что там, мужика. Блин, хоть поустеть, а? Что такое? Девчонки все одинаковые. Чё, все одинаковые, а? Вот того мужика. Видите, вон он валяется трупом уже. Блин, что-то у меня после... Была до венчу как-то к зелёному цвету какое-то немножко... Такое отношение стало, знаете ли. Ну, я насторожай, короче, да. Ой, все одинаковые люди. Оу! Ух ты! Кто это у нас тут такой лихач? Ого! Эй! Ооо! Да вы что, вы не издеваетесь надо мной, а? Как моё сердце бьётся, так шумно. А это, кстати, режим сокрытия, собственно, себя. А! Что такое, уже громко ли? Что их слишком быстро разберут? Нет, ведь я обязан тебе жизнью. Слишком быстро они умирают, да? Нет, ведь я обязан тебе жизнью. Что такое? Все обязаны мне жизнью. Ооо! Патроны! Вы что ли? Я люблю вас, патроны! Ха-ха! Возьми, ведь я обязан тебе жизнью, и все мне обязаны. Так, куда ж мне пройти-то, а? Что здесь полевые испытания. Ага! А, мужик как раз что-то подобным говорил. Ну, мне туда, по всей видимости. Да, но как же мне попасть? А, ну вот так вот. Ну что, ещё одна глава? Глава, не глава, а часть. Уровень. Уровень, да. Ещё один уровень пройден. Я рада. Общее количество очков. 777. Хорошо, хоть что не 666. Итак, автосохранение. Я снова в магазе. Привет, девушка в очках. Хоть ты и в очках, но ты всё равно очень даже хорошо выглядишь. Так, а сколько же у меня денег-то, а? Знаете вы ещё? Ладно. Мне нужно что-нибудь хорошее приобрести. Ну, наверное, патроны для дробовика вполне себе то, что мне надо. Я надеюсь, что это они, потому что если вдруг это не они, то... Ну, всё плохо тогда. Ну что, теперь можно выходить из магаза. Так, эскейм здесь не работает, как я и говорила. Иначе бы я игру сохранила. Но, к сожалению, фиг вам называется. Ух ты! Что это, церковь какая-то? Загрузка следующего уровня. Но, ребята, следующий уровень я буду проходить не сейчас. Я буду его проходить. Я его пройду потом, пока сохраню игру. Надеюсь, что эти сохранения работают. Надеюсь, что они окажутся так же, как в Blood Dome 2. Вот. Ну что, ребята, время обращаться, да? Пожалуйста, если вам понравилась игра, то пройдите её. Правда, эта игра очень забавная, она классная. Мне очень нравится. Ну, в общем, вот как-то так, да. Всем спасибо за внимание, ребята. Спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok